Доклады Алексея Рогозина 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 Но на самом деле я всегда учу, что сначала, прежде чем браться за профайлер, надо разобраться, что у нас за проблема, где она. И вот только после того, как мы понимаем, где она, нужно взять правильный профайлер. Потому что несмотря на то, что они делают похожие вещи, они все разные и для разных языков, для разных ситуаций могут понадобиться разные инструменты. Итак, у нас есть проблема с производительностью. И сначала нам надо локализовать эту проблему где-то. Представим себе, у нас веб-приложение, пользователь жалуется, что там все лагает, пользоваться невозможно. А оказывается, что у него браузер где-то там в сборке мусора крутится, и в общем-то надо профилировать не наш бэкэнд, а профилировать надо браузер. И там и там есть профайлер, но это разные вещи, пользоваться им немножко по-разному. После того, как мы уже разобрались, как бы с фронтендом нормально, как бы локализовали это где-то до бэкэнда, понимаем, что в бэкэнд запросы приходят, бэкэнд на них отвечает, видим время между приходом запроса и ответа, мы понимаем, что оно большое. То есть вот у нас есть на бэкэнде код, который работает, и кажется, нам работает он медленнее, чем нам того хотелось бы. Вот это в принципе уже момент, когда мы можем поставить себе задачу, у нас есть код, он выполняет какой-то запрос, тратит на него время, и нам кажется, что он тратит на него время слишком много. Мы хотим понять, где внутри кода это время тратится. Здесь можно взять профайлер. Профайлеры бывают разные, в разных платформах, в разных языках они сильно отличаются. Но есть один универсальный метод профилирования, который представлен практически везде, и это, как правило, то, с чего надо начинать, если вы еще пока о проблеме не знаете практически ничего, а зачастую даже слабо представляете, что там за код, как бы, как он написан, кем написан и так далее. Это сэмплирующий профайлер или техника профилирования сэмплированием, собственно говоря, который посвящен докладу. Итак, вы берете какой-нибудь красивый профайлер, видите там, запускаете профайлер, профилируете, снимаете данные, после этого видите много цифр, какие-то таблицы, какие-то разноцветные картинки. Как со всем этим разобраться? Вопрос нетривиальный. Я, когда первый раз познакомился с профайлером в Java, это все закончилось тем, что я ничего не понял и написал свой. После того, как я написал свой, я начал немножко разбираться в тех, которые были написаны до меня, и научился ими пользоваться. Вот, так что неплохо бы разобраться и разбираться с того, как вообще в принципе он работает. Здесь у меня скриншот такого специфического профайлера, пироскоп от GrafanoLab. У них есть демка, можно потыкаться. И вообще сам по себе прикольный инструмент. Это вот такой вот континьюс профайлер, который поддерживает несколько платформ. Java, плюсы, Python. В общем, прикольная штука. Ну, мы возвращаемся к нашей проблеме. У нас есть код, мы хотим локализовать проблему производительности в рамках этого кода. Код у нас представлен в виде классов, методов, процедур, возможно, строк и стейнментов. И мы хотим как бы вот во всех мегабайтах нашего исходного кода найти те кусочки, те классы, те методы, на которые надо внимательно смотреть и понимать, почему они работают медленно. Это наша задача. Собственно говоря, мы хотим найти или оценить, понять, какой код у нас выполняется быстрее, медленнее в рамках выполнения нашего запроса. Ну, представим себе выполнение нашего кода в рамках одного потока. То есть у нас есть поток, есть в течение времени к нему приходит какой-то запрос, он дальше начинает рекурсивно вызывать функции. То есть у нас практически всегда обработка кода – это какая-то цепочка вызовов. И, соответственно, у нас получается вот такой таймлайн. Пришел запрос, вызвали, распарсили, потом что-то там запроцессили, сходили в базу, сформулировали ответ. То есть мы можем представить его в виде такого таймлайна. Те, кто занимался профилированием фронт-эндов, они могут вспомнить, что это очень похоже на такую картинку. Это скриншот профайлера в браузере, по-моему, Firefox. Ну, в Chrome такая же штука. Это действительно то же самое. То есть при анализе производительности в браузере строится практически как есть такой таймлайн, и люди с ним работают. Но на бэк-энде у нас ситуация немножко другая. И подходы анализа вот этой картинки, они другие. Как у нас обычно происходит профилирование на бэк-энде. В чем разница между браузером и бэк-эндом? На браузере мы начинаем суетиться, когда у нас отрисовка страницы занимает секунды. На бэк-энде мы начинаем нервничать, когда у нас выполнение запроса занимает сотни миллисекунд. В браузере у нас одна страничка отрисовывается. На бэк-энде у нас идет поток запросов в сотни тысяч в секунду. Поэтому мы отдельно запрос не можем вот так вот красиво нарисовать таймлайн по разным способам. Поэтому вместо этого у нас идет какая-то цепочка запросов. Мы в дискретные моменты времени снимаем стактрейсы и получаем какой-то набор сэмплов. После того, как мы этот набор сэмплов стактрейсов получили, мы в принципе забываем в каком порядке они шли, нам это уже не важно. Мы дальше работаем с этой информацией статистически. Как с ней работать статистически? Ее надо сгруппировать. Есть два подхода. Мы можем группировать сэмплы по тому методу, который был на вершине выполнения, либо мы можем их группировать с точки входа потока. Соответственно, так получается два основных представления, которыми оперируют сэмплирующие профайлеры. Во втором случае это дерево вызовов, то есть которое у нас растет из точки входа в поток, дальше ветвится, и при этом мы видим у каждой ветви какую-то ее статистическую частоту. Если мы делаем наоборот, то мы получаем дерево горячих вызовов, или иногда его представляют в виде гистограммы горячих вызовов. То есть что здесь интересного? Если у нас есть какой-то метод, который постоянно висит на стеке, то есть мы его там часто видим, вот он там будет самый жирный. И мы в этом дереве можем дальше понять, а как мы туда приходим. То есть после того, как мы это все отсортировали, сгруппировали, у нас эта информация представляется в дерево. Через каждый узел дерева мы можем пометить некоторым весом, который соответствует тому числу сэмплов, которые содержат этот путь дерева. И, соответственно, из-за этого веса мы дальше уже визуализируем. То есть вот здесь вот, например, схемка этого дерева, и скриншот из профайлера для Java, вижу VM, который подозрительно похож. Вот второй скриншот, это уже спироскопа. И здесь я хочу еще два момента отметить. Первое. Профайлеры любят везде рисовать миллисекунды, секунды и так далее. На самом деле в сэмплирующем профайлере, при сэмплирующем профилировании у вас нет времени как такового. У вас исходные данные – это сэмпы. У вас есть только количество сэмпов. Вот вы можете посчитать, что вы сэмплировали минуту, брали 100 сэмплов в секунду, соответственно, у вас должно быть 6000 сэмплов, а вы видите, что у вас там, например, через обработку запросов прошло 3000 сэмплов. Значит, там 50% где-то еще. Вот это то, с чем вы оперируете. Что любят профайлеры? Они умножают вот это вот количество сэмплов на время, нормируют 6 миллисекунды, иногда это запутывает. Потому что тут вот есть куча причин, почему профайлер этой информации может искажаться в рате, когда она еще из сэмплов превращается в секунды и минуты, это максимально запутает, но этим грешат практически все инструменты. А второй момент – здесь у каждого фрейма есть колоночка self-time и total-time. Тоже важно понимать, что такое self-time. Вот у нас есть пример дерева, и вот у узла encode есть два дочерних узла, у каждого которого вес один. А у самого encode вес три. Что это значит? Что один раз мы видели stack trace, у которого encode был на вершине. То есть self-time encode в этом случае будет единичка. Мы его один раз видели на вершине. А если мы его ни разу не видели, будет ноль. Соответственно, обычно, когда мы ищем узкое горушко, нас в первую очередь интересует то, что мы часто видим на вершине стека. Окей. Так. У меня не работают слайды. Заработали. Итого, что мы получили, просэмплировав, собрав сэмплы, профайлер все это визуализировал. В первую очередь мы смотрим на гистограмму горячих методов. И что мы видим в топе этой гистограммы? Мы видим как раз те методы, которые мы чаще всего видели при сэмплировании. Значит, у них наибольшая вероятность, что в процессе жизни нашего программного конца, в процессе выполнения, они выполнялись и потребляли ресурсы. В том или ином виде. Но возникает вопрос, когда метод оказывается в топе? Он может оказаться в топе, если он просто медленно и там занимает несколько секунд. Очевидно, что вот у нас за несколько секунд мы набрали много сэмплов и во всех этих сэмплов видим наш проблемный метод. Либо, если его за эти несколько секунд вызвали 10 миллионов раз, и несмотря на то, что он супербыстрый, выполняется за микросекунды, все равно за счет того, что его вызывали слишком часто, мы его часто видим в сэмплах. Это важно понимать, потому что при сэмплировании вы не можете отличить, условно говоря, медленные методы от слишком частых методов. То есть при сэмплировании вы не можете оценить абсолютное время выполнения. Это важно понимать и важно правильно ставить вопрос. То есть никогда при профилировании не ставьте вопрос, сколько занимает там мой метод вычисления квадратного корня. Вам важно понимать, на самом деле, какая часть времени вычисления этого квадратного корня, какой процент он занимает во времени выполнения запроса в целом. Миллисекунды вам, как правило, не нужны. Хорошо. Идея понятна, что нам даст на выходе сэмплирующий профайлер. Понятно, мы увидим там какие-то горячие методы, дальше будем с ними разбираться. Но интересный вопрос. А как вот у нас там есть Java, плюсы, питоны, везде вроде сэмплирующие профайлеры работают в том или ином виде. А как они работают? Для того, чтобы профайлер работал, нам нужно уметь снять стек-трейс и нам нужно как-то запланировать снятие с этих стек-трейсов. То есть можно их снимать по часам, можно еще по каким-то другим событиям. И это все влияет на то, что мы получим в результате в отчете профайлера. Как получить стек-трейс? Ну, рассмотрим сначала простую ситуацию. У нас какой-то компилируемый язык, например, плюсы. Соответственно, компилятор делает бинарный код, он выполняется. У нас формируется программный стек. Мы и дальше останавливаем выполнение программного кода, например, аппаратным прерыванием. На стеке получаем текущую точку выполнения. Дальше есть конвенция, по которой мы можем по стеку через указатели пройти, собрать всю цепочку вызовов. Для каждого вызова получить какой-то адрес, откуда этот вызов был сделан. Таким образом, со стеком мы можем получить адреса инструкции бинарного кода. Но нас-то интересуют строки программного кода, и вот чтобы одно превратилось в другое, нам еще нужна таблица символов, которая помогает нам превратить информацию о местонахождении инструкции в памяти, в, собственно говоря, имя метода, номер строки и так далее. Здесь начинается первый нюанс, потому что вот эти таблицы преобразования компилятор может делать не совсем точно. По разным причинам компилятор может делать страшные вещи, переставлять строки при компиляции и так далее. Поэтому здесь всегда есть некоторая неточность, и важно понимать, что те строки, которые вам в итоге будет показывать в отчете симплирующий профайлер, они могут не совсем очевидным образом соотноситься с тем кодом, который действительно выполнялся. То есть горячее место может быть где-то рядом с той строкой, которую вам покажет профайлер. Хорошо. Но это была простая история как бы с компиляцией заранее. То есть это, например, характерно для C++, для Rasta, для Go. Ну, там компилируется бинарник, соответственно, с этим бинарником формируются таблицы символов или информация для отладчика. А еще у нас существуют интерпретируемые языки. Если мы попытаемся таким образом снять стактрейс с интерпретируемого языка, мы там увидим только код интерпретатора. Мы там не увидим никакого питоновского кода совсем. А еще у нас существуют странные языки вроде Java или JavaScript, скрипта, которые могут и интерпретировать, и компилировать. И даже есть какие-то варианты ахедов, там компиляция. То есть там вообще черт ногу сломят. Сняли стактрейс, а там где-то скомпилированный код, где-то интерпретируемый. А еще мы вспоминаем, что там есть всякие оптимизации компилятора, инвайны и так далее. В общем, чтобы качественно снять стактрейс, нужна поддержка платформы. Поэтому, как правило, сэмплирующий профайлер должен опираться на те возможности, которые ему дает рантайм. В Java есть свои механизмы снятия стактрейса, в JavaScript, в Python, в Ruby. Они все немножко разные. Поэтому инструментарий там будет отличаться, но в конечном счете после того, как эти стактрейсы собраны, два основных способа анализа, они будут одинаковые. Но это добавляет интереса ко всей этой машинерии. Соответственно, из-за этого тоже могут быть какие-то особенности интерпретации. То есть, еще раз, тот код, который вы видите, это не тот код, который выполняется на процессоре физически. Поэтому пытаться добиться от профайлера точности до строки – это плохая идея. Надо ориентироваться на его результаты, но при этом всегда использовать здравое мышление. Хорошо. Значит, помимо того, что у нас в момент срабатывания профайлера снятия сэмпла может быть прикладной код, кроме прикладного кода у нас еще есть рантайм нашей среды выполнения. С плюсами просто – это библиотеки. А вот, например, с питоном или джавой – это интереснее, потому что там есть своя виртуальная машина, у которой есть какие-то сложные функции, у которой есть, например, сборщик мусора, у которой отдельная история есть, другие кликовые. То есть мы можем на стеке поймать не прикладной код, мы можем поймать код, например, виртуальной машины джава. И еще у нас есть ситуация, когда у нас выполняется код на уровне ядра. То есть мы пошли читать из файла, и у нас в момент снятия сэмпла что-то происходит в ядре. А еще у нас может, собственно говоря, ничего не происходить. Еще один важный критерий, по которому профайлеры отличаются друг от друга – это то, с каким кодом они работают. То есть у нас код может выполняться. Тот же самый пример. В этом примере есть вызов метода wait, то есть когда мы ожидаем следующего запроса. И в момент выполнения этого метода код на ядре центрального процессора, он не выполняется. Он где-то там стоит в очереди. Пришел запрос, он начал выполняться, он находится уже на ядре. Соответственно, некоторые профайлеры снимают сэмплы только с кода, который выполняется на ядре. Другие учитывают все потоки, которые у вас есть в системе, и те, которые выполняются на ядре в данный момент, и те, которые ожидают, что-то произойдет. Во втором случае это называется walk-walk сэмплирование, такой термин существует. В первом случае это, как правило, называют on-CPU, чтобы быстро разобраться. И тут как бы вопрос на сообразительность. А если у вас узкое место базы данных, а вы профилируете ваше приложение профайлером, который сэмплирует код, выполняющийся на ЦПУ. Увидите вы там узкое место? Окей, двигаемся дальше. Помимо того, что код может ждать, код может выполняться на ЦПУ, могут быть еще интересные ситуации, код может ожидать ЦПУ. То есть у нас ЦПУ все заняты, код должен вроде выполняться, но вместо этого стоит очередь. У нас код может быть заблокирован на доступе к памяти. То есть какая-то страница ушла в своп, мы к ней обратились, произошло прерывание, поток остановился, ждет, пока страница подгрузится с диска. Ну и наконец добровольное ожидание, это вот там ожидание запроса, которые у нас каким-то образом представлены с точки зрения кода. То есть добровольным ожиданием мы, как правило, с точки зрения стактрейса, мы там видим какой-то характерный метод. Там wait, pull, что-то похожее. А например, при блокировке на секфолте, даже если мы стактрейс в этот момент снимем, мы там ничего не увидим. Потому что это может быть просто блокировка на доступе памяти. К чему это все приводит? Это все приводит к тому, что мы потеряли слайды. Так, вернулись. К чему это все приводит? К тому, что должны мы, условно говоря, снимать 100 сэмплов в секунду, а по итогу у нас получается 33. Потому что вот здесь мы неудачно попали на код в виртуальной машине, здесь у нас что-то еще произошло. Но это еще один момент, на который надо обращать при сэмплирующем профилировании, сколько сэмплов вы потеряли. Если вы теряете слишком много, значит, как бы, возможно, вам нужен либо другой инструмент, либо понять, почему вы их теряете. Возможно, проблема как раз в этом. Самый простой, очевидный способ – собирать сэмплы n раз в секунду. Хороший способ – это вот то, что называется волкоксэмплирование. Почему он не работает? Потому что иногда мы технически можем собирать только сэмплы, которые находятся, выполняются. То есть, например, если мы используем замечательный профайлер в Linux 1, классный, очень мощный инструмент. Но он видит только те потоки, которые выполняются. Те потоки, которые находятся в ожидании, он игнорирует. Хорошо. Но все равно он работает по какому-то расписанию. Вы ему даете частоту, например, 100 Гц, он делает 100 сэмплов в секунду, условно говоря, с каждого ядра, если там что-то выполняется. Но могут быть другие варианты. То есть, помимо того, что сэмплировать по времени, мы можем, например, сэмплировать по авокации памяти. Допустим, у нас язык со сборкой мусора, типа Java или Plusov, и мы хотим понять, а где у нас основная часть мусора происходит. И в JVM есть возможность сэмплировать по интенсивности авокации. Там, условно говоря, на каждые 10 мегабайт авоцированной памяти мы снимаем один stack trace. Очень мощный инструмент, если это как раз ваша проблема. Более того, вот в Sharp, видимо, сэмплирование по памяти работает хорошо, а сэмплирование по CPU не очень хорошо. И вот мне многие коллеги говорили, что если у тебя проблема в Sharp, ты включаешь сэмплирование по авокации. А где авокации, там точно будет батлнек. В JAL это не всегда так. Но тоже история актуальная. Помимо авокации памяти, можно сэмплировать в перфе, например, промахом в кэш второго уровня и так далее. То есть, на самом деле, событий много, но они уже достаточно специфичны для инструмента, которым вы сэмплируете. Но, в принципе, если вы лезете глубоко в эту тему, то это один из вариантов, как можно заточить метод сэмплирования под специфические проблемы. За счет того, что вы находите те типы событий для сэмплирования, которые эту проблему лучше отражают. Окей, двигаемся дальше. Ну, вот я сказал, что два основных представления данных после сэмплирования – это дерево вызовов и либо дерево горячих методов, либо гистограмма. То есть, когда все методы просто в виде таблицы с обозначенным self-time и total-time рисуют. Но у нас на дворе 2024 год, а в 2024 году все, кто связан с производительностью, рисуют frame-графы. Такое классное изобретение. В чем суть frame-графа? По сути, это дерево вызовов, но которое нарисовано так, что у него все узлы нормированы своим весом. И, как получается, корень – это самый толстый узел внизу, дальше из него растут ветви. Если эта ветвь имеет маленький вес, то она становится тонкой, практически невидимой. Если она толстая, то мы ее хорошо видим. Чем это полезно? Вот вы начали анализировать неизвестное приложение, сняли сэмплы, у вас дерево. Чтобы как-то осмыслить головой дерево, вам надо по нему прокликаться, оно может быть широкое, глубокое. В общем, неудобно, непонятно. Frame-граф вы нарисовали, сразу что-то видите. Даже если вы ничего не видите, вы понимаете, что окей, ничего не видно. Вот пример, как из нашего таймлайна получается frame-граф. Рядом скриншот frame-граф, построенный моим инструментом. Вот на этом frame-графе мы сразу видим несколько характерных площадок. То есть на frame-графе такое плато, это значит, что там как раз что-то, что занимало существенное время. Но иногда вы строите frame-граф и видите вот такое чудо. Не пытаетесь вглядываться, на него смотреть бесполезно. Как такое произошло? Ну, это приложение, у которого есть верстка фронт-энда на бэк-энде. А что такое верстка? Верстка – это шаблоны. Они еще смешаны с бизнес-логикой. В итоге у нас получается, что сначала у нас как бы frame-граф идет стройненько, потом посередине у нас уровень верстки, который его развесляет во все стороны. А выше уже получается, как это самое, крона из листвы, когда все наши обращения к базе данных, какие-то там тяжелые вычисления, они все маленькими кусочками размазаны по этой кроне, поэтому мы их визуально не воспринимаем. Как с этим можно бороться? Ну, можно вспомнить, что мы работаем со статистикой. Сейчас будет очень быстро, но надеюсь, идею смогу передать. У нас есть какое-то количество сэмплов, в которых у нас есть вход в обработку HTTP-запроса. Это наша база, то есть это то подмножество сэмплов, которые участвуют в обработке запроса. Если мы говорим про Java, там еще 100-500 потоков, которые в это время где-то спят, ожидают, они нам неинтересны. Дальше берем нашу гистограмму горячих методов, берем самый горячий метод и пытаемся разобраться, к чему он относится. Допустим, он относится к GDBC. Там проставляем его вес, проставляем единичку в нашей табличке. Следующий метод берем, тоже пытаемся разобраться, к чему он относится. Находим, понимаем, что это где-то гибернейт. Но именно гибернейт, то есть в GDBC это значит, что мы уже в стеке дошли до GDBC и находимся в нем. Если мы гибернейт видим, а GDBC не видим, значит мы ставим табличку, единичку для гибернейта. И так вот проходимся по нашей диаграмме. Иногда бывает, что какой-то горячий метод, к нему есть несколько путей, тогда приходится раскопаться, понять, сколько у нас сэмплов относится, условно говоря, к компилятору фейсвэтов, сколько к чему-то еще, и в результате заполнения этой таблички у вас получается, то есть потом все это сэмируется, у вас получается количество сэмплов, которые так, ало, ало, вроде появился звук. Теперь у нас получается количество сэмплов, которые относятся к каждой из подсистем. То есть мы поняли, если мы выполнение запроса берем за 100%, мы можем оценить, сколько процентов мы провели в базе данных, сколько процентов мы провели там в компиляции сервлетов, как в этом случае, сколько времени мы провели где-то еще. Вот как только вот это где-то еще там уменьшилось процентов до 20, вот этот процесс заполнения таблички можно прекращать. Ну, на самом деле с табличкой я работаю не так часто, у меня для этого есть свои инструменты, которые это автоматизируют, но идея та же самая. В результате вы можете построить вот такую вот красивую картинку, более того, если вам нужно построить красивый отчет, как вы проводили оптимизацию, вы можете эту диаграмму нормировать средним временем отклика на запрос и вот так вот сравнивать разные стадии оптимизации. Вот это примерчик одного из моих кейсов, когда мы Java Monolith за 8 недель ускорили где-то раз в 30. Нет, чуть-чуть поменьше. Ну ладно, как бы вот здесь по цифрам поменьше, но там еще другие были мои. Ну, то есть на порядок. Каждый раз вот таким образом, находя самое проблемное место, анализируя код, выискивая какие-то проблемы, двигаясь дальше. Ну, это на самом деле, конечно, в первую очередь с точки зрения отчета для людей, которые за это платят деньги, но самому тоже иногда бывает полезно на это посмотреть. Итак, заключение. Техника профилирования с эмплированием – это очень полезная универсальная техника, с которой надо уметь работать. Сэмплирующий профайлер есть практически для любого языка, для любого рантайма. Он удобен тем, что вы можете прийти на чужой проект, абсолютно незнакомый вам код, снять данные и уже делать из этого какие-то выводы. Как правило, более серьезные техники требуют от вас предварительного анализа кода, чтобы можно было направить профайлер уже в какие-то сфокусированные зоны анализа. Сэмплирование можно… При сэмплировании можно регулировать накладные расходы. То есть вы можете снимать 100 сэмплов в секунду, можете снимать 1 сэмпл в минуту. Вам главное накопить вот эту базу, поэтому сэмплирование профайлера можно применять и в продакшене. Но когда вы с ним работаете, важно понимать, как работает ваш сэмплер. Это волк-лок, это он CPU. Какие еще он имеет ограничения? Вот, например, в GVM есть такой классный встроенный профайлер, Java Flight Recorder. Он встроенный, он, в принципе, прикольный, но у него куча проблем с тем, что… А вот если мы оказались внутри GVM, он игнорирует сэмпл. А вот если мы выполняем нативный код, он игнорирует сэмпл. То есть в итоге практически всегда количество сэмплов, которые он собрал, получается очень специфическим. И прежде чем на основе их делать какие-то выводы, надо продабл-чекать, как бы, а почему так произошло, а действительно ли нам нужно пользоваться им как сэмплирующим профайлером, или нам надо использовать другие его инструменты. В этом смысле там простые профайлеры вроде VizuVM в Java более понятны для вот такого первой фазы анализа. Дальше. Всегда есть искажение информации, связанное с тем, что адреса выполнения, которые мы собираем со стеком, не соответствует 100% строкам кода. По разным причинам. Потому что компилятор строки переставил в результате компиляции. Потому что компилятор просто решил, что не нужно выдавать символы для каждой строки, чтобы у нас файлик с символами был поменьше. И у нас в результате вместо там условных 10 точек на метод осталось только 3. То есть те строки, которые вот этими точками, записанными в таблицу символов, не помечены, мы их не увидим. К этому надо относиться нормально. То есть с разумной долей скепсиса. Профайлер сэмплирующий не может нам ответить на вопрос, сколько выполнялся метод. То есть желательно иметь логи запросов, например. То есть вот хорошо, мы работаем с HTTP-запросом, мы посчитали, что там 80% у нас уходит на GDBC, но 80% из чего? То есть вот здесь вот надо уже из логов взять реальные прямые измерения времени выполнения запроса и транслировать с использованием прямых измерений. Профайлер вам этого не даст. Но в остальном это мощный инструмент и для первичного анализа, и как я уже показывал, с помощью терпения Excel можно разгребать даже достаточно сложные и запутанные случаи. На этом у меня все. Обязательно присылайте обратную связь. Также можете зайти на мой блог, можете подписаться на мою организацию на Таймпаде, на которой время от времени я провожу семинары, прежде всего по Java и про JVM. Там тоже можно найти много интересного в практике работы с JVM и профилированием. Ну и в принципе можете писать мне на почту, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с производительностью Java и профилированием. Я всегда рад ответить. У тебя будут еще новые курсы по профилированию? Да, курсы у меня тоже есть, но как бы они проводятся эпизодически. Подписывайтесь на рассылку на Таймпаде и вы будете о них знать. Вот, кстати, они единственные курсы на подобную тему, на которые я вообще не слышал ни разу плохих отзывов. И у меня есть реальные знакомые, которые их проходили. Ты крутой. Спасибо. А теперь перейдем к вопросам. Сегодня было не жестко, ни у кого не лопнула голова, а я помню, как меня зовут. Так, первое. Как правильно профилировать составную среду, включающую гипервизор? Например, паравиртуальный драйвер, когда часть кода исполняется внутри виртуальной машины, передает данные в гипервизор, который передает их в приложение на хост-системе. Ух, очень интересный вопрос. Как бы так и хочется задать, с какой целью вы интересуетесь. Потому что, ну, прежде чем ответить на вопрос, как профилировать, надо понять о цели. Мы оптимизируем гипервизор, мы оптимизируем приложение, мы пытаемся решить какую-то проблему, которая у нас воспроизводится только на этом гипервизоре. На практике я с такими вещами не сталкивался, но в целом тот же самый перф, он позволяет, ну, то есть если мы на хосте, он, в принципе, позволяет вот эту вот всю цепочку с вызовами гипервизора, по крайней мере, просамплировать. Но в целом это звучит как какой-то вот сложный кейс, который, наверное, надо все-таки не самплирующим профайлером работать, а специализированными инструментами. Ты классно на это ответил, тебе такой, как? Он такой, смотря кто спрашивает. Давайте дальше. Что будет, если частота сэмплирования профайлера ниже, либо близка к частоте переключения к рутин? Как тогда правильно проводить сэмплирование? Есть ненулевая вероятность увидеть в гистограмме очень много фреймов, рантайма, а не нашего кода? Это правда. Ну, давайте как бы рассмотрим идеальный случай. Неважно, что у вас там происходит, если у вас идеально равномерное сэмплирование по времени, то вы так или иначе соберете и увидите все. Проблема в том, что вот с корутинами и так далее у нас по разным причинам точки снятия сэмплов, они неравномерные, они сдвигаются таким образом. Поэтому здесь, наверное, плохо будет вести себя, например, если мы говорим про GVM, встроенный механизм снятия стэктрейсов GVM, который завязан на стоп-фэволд паузы и, соответственно, синхронизацию потоков между собой. Наверное, лучше будет работать, например, какой-то перф, который нам часто все это просэмплирует и покажет кучу всего непонятного. Здесь у нас будет другая проблема, потому что, скорее всего, мы увидим какую-то внутреннюю кухню GVM, плюс нам будет сложно превратить, нормально вернуть символы. То есть если с Java это еще работает плюс-минус нормально, с некоторыми поправками, то если мы там по рутина, наверное, какой-нибудь Kotlin, то там вообще будет кошмар. Вот, честно говоря, с Kotlin, как это самое, как нормально работать с имплирующим профиллером, я еще для себя ответа не нашел. У него есть свои механизмы снятия стэк-трейсов, но они очень грустные с точки зрения перформанса, для именно вот такого сэмплирования они не очень подходят, поэтому тут, наверное, надо, опять же, локализовать задачу. То есть если мы ищем проблему в низкоуровневую, это перф. Если мы ищем проблему именно прикладного уровня, то, может быть, нам и не так важно, что там с кайрутинами происходит. Понятно. Слушай, тут в вопросах все называют профайлер провайдером. Либо это адепт Т9, либо ты о чем-то не том рассказывал. Так, следующий вопрос. А все-таки, если очень нужно, возможно ли применить профайлер для риск архитектуры или никак? Есть ли другие методы? А в чем проблема с риском архитектуры? Я тоже не понял. Я вот, ну, я с риском архитектуры дело не имел, но я более чем уверен, что там стандартный перф плюс-минус работает. Если это Linux, компилированный для этого архитектуры, то есть риск вроде, ну, более-менее нормально Linux поддерживается. Понял, окей. Может быть, да, какой-то конкретный вопрос, пока не видно никакой явной проблемы. Окей, дальше. Егор задает вопрос. Почему профайлер не может просто инструментировать код и вставлять легковесные логирования при входе и выходе из каждой функции? Например, писать в какой-то thread local буфер сообщение вида «Я вошел в функцию x в момент времени t», и то же самое для выхода. А потом все это флашить периодически на диск, и кажется, что такое решение бы справилось с волк-лок профилированием. Разумеется, может. Разумеется, там, ну, опять же, я говорю из меры Java, какой-нибудь yourkid профайлер так умеет. Просто когда вы запустите вот этот вот профайлер с легковесным логированием, вы внезапно обнаружите, что ваше приложение стало работать раз в сто медленнее, и есть шанс, что оно вообще не сможет там из-за каких-то таймаутов внешних обращений сделать что-то полезное. А даже если вы это сделаете, то вы получите информацию по тому, как выполнялось вот это сто раз более медленное приложение, в котором заведомо 99% – это верхят вот этого самого легковесного логирования. Потому что количество событий, оно очень большое. Опять же, в процессорах Intel есть вот это вот все, о чем было написано, сделанное в железе. Оно работает. Даже я был на докладах людей, которые рассказывали, как они этим пользуются для Java. Это есть, этим можно пользоваться, но это очень сложно. С этим это все настроить, заставить работать, со всем этим разобраться. До свидания, виртуальные машины. Потому что это нужен, как это самое, доступ к процессору достаточно плотный. Поэтому проще процемплировать и это самое. Окей, идем дальше. К нам пришел маньяк, слушает твой доклад, и он спрашивает, можно ли включать профайлер на Prode? Я бы сказал, что даже нужно. И, как правило, вам надо включать именно сэмплирующий профайлер, потому что в чем прежде сэмплирования? Вы управляете оверхедом. Вы можете настроить его снимать 100 сэмплов в секунду, это будет один оверхед. Вы можете настроить его снимать один сэмпл в минуту, это будет другой оверхед. Но даже если вы снимаете один сэмпл в минуту, за неделю вы, в принципе, накопите вполне себе внятную статистику, чтобы дальше посмотреть, проанализировать с точки зрения горячих мест. И я такие вещи практиковал. И даже с вполне позитивным результатом. То есть в какой-то момент мы обнаружили интересную особенность приведения нашего кода на продакшене, который был именно сэмплирующим профилированием, вот таким легковесным, который еще не привел к проблемам, но вообще у нее был потенциал стрельнуть. Мы ее нашли таким образом и заранее починили. Ну, звучит как бы да. Вот, тут еще два вопроса, таких, ну, приземленных. Вот, круто, что сегодня ты отвечаешь приземленным языком, мне, наконец, тоже понятно. Вот, в какой момент возникает потребность в профилировании при случившейся беде с производительностью или это постоянный процесс при разработке? Ну, смотрите, процессы разработки могут быть построены очень по-разному. То есть, я не знаю, у кого-то есть отдел тестирования, а кто-то делает АБ-тестирование на пользователях. У кого-то есть отдел производительности, где сидят люди, и вот они фулл-тайм занимаются написанием перформанс-тестов, анализом производительности, каким-то тюнингом, а где-то живут без этого. То есть, разные подходы, разные... разный софт, разные требования. Можно... Как это самое... Ну, я считаю, что, как минимум, каждый разработчик должен уметь этим пользоваться, если вдруг жареный петух плюнет. Потому что, когда жареный петух плюнет, уже нет времени разбираться, как работает профайлер, желательно уже уметь все это использовать. Но, в целом, если, как бы, у вас есть такая возможность, лучше начинать анализ производительности, в том числе и профилирование, чем раньше, тем лучше. То есть, когда я занимался высоконагруженными проектами, то есть, в тех проектах, которые я начинал с нуля, у меня нагрузочные тесты, соответственно, вся история с анализом производительности, появлялась, собственно говоря, в момент первого MVP. Окей, звучит понятно. Давай еще один, и будем выбирать. Насколько утяжеляет приложение включение профилировки? И насколько это вносит дополнительные издержки, тратит ресурсы, процессор, время и так далее? Это надо все проверять экспериментально, причем именно на вашем приложении, потому что всегда есть нюансы. То есть, вот есть, например, Java Flight Recorder. Великолепный инструмент, встроенный в JVM, как бы хлоп, и все работает. И в нормальных условиях, там, с дефолтными настройками, у него overhead будет, там, 1-2%. Но если вдруг у вас прикладная архитектура абьюзит эксепшены, такое встречается вообще нередко. И у вас просто там в фоне идет тысяча, две, три эксепшенов, которые, там, ловятся, сопрессиваются. То есть, это никакие не ошибки, это просто код так написан. У вас control flow через эксепшены. Внезапно оказывается, что при включении Java Flight Recorder на такой прикухе, она просто умирает. Потому что Java Flight Recorder пытается все эксепшены собрать, а их тупо много. Поэтому все зависит от того, что вы собираете, какие настройки, как работает ваш код. Лучше поэкспериментировать. То есть, как правило, всегда можно затюнить, чтобы это было достаточно мало, оверхэд. Но вот так вот говорить, что наш инструмент всегда дает 2% оверхэда, и не больше, но такого нельзя никогда. Понятно. Окей. На самом деле, здесь в вопросах к тебе, их, во-первых, огромное количество, мы бы не успели все задать вживую. Сейчас выберем лучший, надо будет вручить им футболку. Но вообще, фигурируют здесь какие-то очень странные штуки. Раньше были только провайдеры, теперь появились продайверы, профайдеры, и много каких-то сущностей, которых явно не было в докладе. Ну что ж, надеюсь, вы послушали и знаете теперь, в чем между ними всеми разница. Так, Алексей, у кого был лучший вопрос? Так. А какие вопросы были, да? Да-да-да-да-да-да-да, это как бы всегда очень сложно. Вот у нас был вопрос, на который я ответил вопросом. Давайте отдадим приз к этому человеку, который хочет профилировать приложение в гипервизоре. Потому что это как минимум нетривиальная фантазия. Окей, человек с ником СГКВЛ, Сергей, приходи к нам туда, мы дадим тебе футболку. Вот. Все остальные могут задать свои вопросы вот там.